И привычная нам уже фраза, у нас очередной рабочий день. И сегодня мы поехали на двухдневную экскурсию, но только нам надо это все дело отснять, но мы поехали не на два дня, а на один. И первая наша остановка это возле Слоника. Растет пацан. Он, видишь, кстати, кивает тебе, он говорит, да, хороший. Спрятался за столб, видишь, как. Он, кстати, не нравится ему, что он привязан, да. У него прямо белые ноги. А вообще, где-то, кстати, смотрел, то ли читал, что у Слонов по законодательству должно быть 3-4 метра хождения, да. Если меньше, то это уже издевательство над животным. А, у него так вообще две ноги связаны, слушай, даже. Нет, это связано, это связано так. Здорово, пацаны. Че, как дела, борзый? Я дико извиняюсь, это писе у него торчит или что это? Это ты поставил вот так вот, товарищ? Шок-контент. Блин, выхватить телефон, смотри. Как ребенка взял так просто. Ну, пойдем, покажем этим парангам, блин. Давай, не стесняйся, пусть она тебя лобызнет. Иди, давай, давай, выбирай, либо обезьяна, либо он. Что-то он тебе не рад. Он решил показать, что у него есть. Не, обнимать его реально, потому что вот так смотри. Смотри, руку как положил, видишь? Добрый, идем. Добрый. С языком давай. Вообще, у нас сегодня день такой насыщенный довольно. Двухдневную программу мы должны отснять за один день. Поэтому голубым по Европам, но зато весело. Все свои. Очень прикольно. Мы сегодня, капец, все делаем на огромной скорости. Здесь чуть-чуть поплавали, здесь чуть-чуть слоников потрогали. Озеро Чоулан давненько, я здесь не был. Наверное, месяца три. Здесь какое-то серьезное мероприятие сегодня. Смотрите, люди в форме. Прям все серьезно. Они снимают про Чоулан. А, про озеро? Тут всякое. А, я типа тоже телевидение практически. Да, прям камеры серьезные. Самое лучшее место на лодке это Нуасу. Не всем это можно делать, но мне можно. Поэтому я всегда выбираю это место. Здесь реально клево, можно поваляться. А, плебеи там сидят просто. А ехать долго. Поэтому лучше ехать все-таки лежа. Есть свои радости в небольших привилегиях. И мы прибыли на... И у нас сегодня, как только не начнут, что-нибудь происходит, блин. Короче, мы сегодня на новом месте, на озере Чоулан. Называется это место Путаван. Здесь так все обустроили. Я помню, когда еще здесь были обычные деревянные домики. А сейчас, смотрите, все красивенькое такое. Мы слегка в шоке, честно говоря. Это чай реально? Да, да, попробую. А что он такой, как апельсиновый сок по виду? И спи сначала ты из моего кубка. Ох ты ж, нихрена себе, они жирные здесь. Смотри, какое здоровое. Тут отсвечивает. Я думаю, на камере это не сильно видно, кстати, будет. Но они там такие. О, смотри. Покажи, 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 покажи. А, золотые рыбки. Надо же. Тут их прямо охренеть. Все, ребята, сразу же. Включили телефон. Инстаграм запылает сейчас золотыми рыбками. Давай, давай, давай. Мясо. Мясо. Все, ладно, надо бежать. Все, пошли, 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 пошли. Нам кучу снимать сегодня надо, поэтому работа прежде всего. Самое красивое здание здесь. Вот это вот. Туалет. Так, на всякий случай. Мы зайдем, зайдем обязательно, конечно. Не, нормально, молодцы. Мне нравится, кстати, тоже так. Очень няшненько здесь. Нерия, смотри, какая. Смок и нерия приятная какая тоже. Это то, типа, отдельно сюда надо ходить курить? Ну да, везде написано, но смок. Ёлки-палки. Ну это издевательство над людьми, конечно. Не знаю, нормально. Ну да. Вот это я понимаю, туалет. Нам сюда, да. Ну реально, туалет как в отеле. Блин, реально прикольный, космический такой. Очень даже, я скажу. Ой, какой клевый бёс. Это спец... Доллар? Его доллар зовут? Да, зовут доллар. Доллар, реально? Доллар. Почему не евро? Евро, это слишком высокое. А, окей, я понимаю. Это логично, в принципе. Что у тебя болит? Какие глаза у него. Зареги-глазище. Ну, может, нахурили, но скорее уже учитывая, что он траву жрет. Хотя... Какая собака? Попускается. Попускается, у него траву жрет. Видишь он? Да не, болит что-то, да? Они же по умолчанию знают, какую траву жрать. Ну, клевый пёс вообще. Еще один пёс. Попускается. Господи. Господи. Это подшкафный вариант, я так понимаю. Здрасте. Кто здесь такой? Глупоглазая тьма. Виляет хвостиком. Он хорошенький, да. Блин, после обеда вообще ничего делать не хочется. Вот вообще. Вот сейчас борьба со сном начинается. А учитывая, что мы здесь недолго, не как обычные туристы, мы сюда просто приехали посмотреть все, снять и уехать, то, блин, поспать не получится. Сейчас, блин, на полный желудок, в сонном состоянии, надо пойти работать. У меня, кстати, всегда это была проблема, когда я работал в офисе. Я не знаю, говорил я или нет, не помню. Да, вот это, после обеда у меня борьба со сном начиналась. Вот просто вторая половина дня, это выброшенные годы абсолютно. Слушайте, у нас пошел дождь. Обратите внимание, все в дожде. Но это как бы с одной стороны нормально. О, даже кто-то купается, я смотрю. Когда дождь, делать нечего, хочется лечь. На всей этой базе нет ни одного места, где можно лечь. Ни лавки, ничего. Ну, если бы дождя не было, естественно, можно на траве. Ну, а если дождь, то все, под навесом одни стулья. А причем составить их, чтобы лечь, не разрешают. Не нравится мне эта база. Бля, сейчас главное не упасть здесь. Такая скользкая лодка, капец. Тихо, тихо, тихо. Ну, все, начинается прикрепление по дождю. Все, прощаемся с озером Чаулан. Сегодня оно было не очень приветливо. Это лучше, чем сейчас бы была зима, если честно. А как же снег, вот это, оранжевые фонари и хлопья снега? Лечь, упасть на снег и сделать этого ангела, ты имеешь в виду? Не-не-не, не мое это. Я лучше на песке это сделаю здесь. Это инжир. Ну, он немножко бродух, потому что лежал на земле. Вот это дерево, это инжир? Ну, посмотри. Блин, прикольно. Я вообще не знала, что он здесь. Ну, съешь, ну, пожалуйста. Ну, если мне свежий найдешь, я съем. Ты съешь, реально? Они недавно вполне, возможно, упали. Ну, вот смотри, нормальный. На, ешь. Какой нормальный, смотри, он гнилой. Какой он должен быть? К минимуму, без муравьев внутри. Да? Сейчас я попытаюсь тебе его сорвать. Подожди секунду. На, ешь, говорю. Там белка побежала. Белка? Я у белки стырил. Все, давай, докажи, что это инжир. Я, честно говоря, не знаю, но очень похоже. Ну, давай, ты ешь, а мы через полчаса посмотрим. Короче, это какой-то декоративный инжир, похоже. Ну, инжир точно, да? Он не сладкий, да, но... Может, он просто не вызревает в сладкий, но он реально инжир какой-то. Смотрите, сколько инжира лежит, короче. Так что, товарищи вегетарианцы, приезжайте сюда с пола. Вот тут нужно много чего подобрать, поесть. Мы решили спросить у нашего тайского гида, а едят ли они это. Can eat? Can not? Can not? You know, if very easy to look, if can eat, you not have like that, you know? Ааа, if people eat, if... Да, everyone will take it and it already. Very easy to... Ты зря всякое говно ешь. Короче, если дерево полное, значит, это есть нельзя. Нельзя. Ну, короче, полчаса ждем. Народ, смотрите, какой забавный плод для большой группы, судя по всему. Но, к сожалению, мы сегодня на нем, видимо, не будем кататься, воды нету. Ну, в смысле, вода есть, но не для него. Будем на стандартных. А может, все-таки получится на большом хотя бы, а? Нам тут выдали комплименты и дринг. Аня сразу в инстаграм. Очень красиво, потому что... Я согласен, абсолютно. А, нет, это не он, подожди. Да, это синий чай, это он и есть, да. Витория называется. Может быть. Надо в зеркало посмотреть. У тебя чай на ухе. Борис. Можно заварить. Короче, это спрайт, народ. Чистый спрайт. Ну, это сода с сиротом. Да, спрайт, правда. Получается спрайт. Ой, не может быть, неужели мы на большом поедем? А, в смысле, куда мы? А, там пирс, типа. Ну, кстати, детям клево, да. Вот просто пришли, покупались. Огонь вообще. Вот это детство у людей. Не то, что там у людей в Питере, там, я помню, блин, одни гаджеты и дома сидеть, блин. И дождь идет. И дождь идет. А здесь вот. Вот это, я понимаю, детство. Ну, прикольный плотик, вполне себе даже. Очень удобный, да. Все такие веселые. Сразу видно азарт. Я так понимаю, час мы так, да, час должны кататься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok